Какапу собака, помесь кокер-спаниеля и пуделя. Перед дизайнерами-селекционерами давно стояла задача вывести породу собак, которая не будет подвержена наследственным заболеваниям. Выбор пал на пуделя, который считается одной из самых умных и дружелюбных декоративных собак, и добродушного кокер-спаниеля. Краткая история происхождения. Породы собак какапу в природе не встречаются. Какапу собака оригинального экстерьера, помесь пуделя-спаниеля, появилась в 50-х годах прошлого столетия. Обе эти породы игривы, добродушны, прекрасно ладят с детьми и другими домашними животными. Метисы этих двух пород превзошли все ожидания. Метис пуделя-спаниеля. Они взяли все лучшие качества от каждой породы, спокойствие кокера и шерсть пуделя, которая не линяет, не. Издает специфического запаха, не вызывает дискомфорта у людей, склонных к аллергии. Получился такой себе добродушный кокер-пудель с милой мордашкой, который тут же завоевал поклонников по всему свету. Любитель поиграть на природе. Описание породы. Стандарт породы какапу не особо привязан к размеру и весу гибрида. Главными параметрами новой породы являются здоровье, темперамент, мягкий и дружелюбный характер. По физическим параметрам кокапу подразделяют на четыре вида. Карликовые, весом до трех килограммов. Мини-весом от пяти до восьми килограммов. Той, весом от трех до пять килограммов. Макси, весом от девяти до тридцати килограммов. Псы этой породы имеют характерный ножницы и образный прикус, квадратный корпус, большие умненькие глазки. И самое главное, не линяющую, без запаха шерсть, которая не вызывает аллергию. Окрас какапу может иметь разный, так же как и вес с ростом. Самые распространенные цвета это белый, молочный, беж, черный, коричневый, персиковый, серебристый. Но бывают и разноцветные особи. До разработки в девяностых годах стандарта породы какапу разводили двумя способами. Скрещивали английского кокера с мини-пуделем. Спаривали взрослых представителей какапу. Важно! Чистой породой считается спаривание взрослых какапу, а не помесь кокер-пуделя. Внешностью новый вид больше напоминает пуделя. У него шелковистая волнистая или кудрявая шерсть, высокие лапы, умный взгляд, форма головы и ушей, а также доброжелательность и покладистость больше напоминают спаниеля. Представитель породы какапу. Характер и поведение. Собаки какапу обладают удивительно общительным характером. Они с удовольствием принимают участие в играх с детьми, дружелюбны со всеми членами семьи, взрослыми, малышами, с людьми преклонного возраста, никогда не обидят других четвероногих жителей семейства. Постараются наладить дружбу с новым питомцем, даже если никогда не были с ним знакомы, разделят с ним внимание своего владельца, не станут ревновать. Давайте играть вместе. Смесь пуделя и спаниеля. Очень умное, любопытное животное с высоким интеллектом, ему до всего есть дело. Он любит бегать, играть, веселиться. Это настоящий друг и преданный компаньон. Если песику скучно, он будет настырно ходить по пятам за хозяином, требуя к себе внимания, не получив требуемого, может надолго обидеться. Дрессировка и воспитание. Как и все собаки, эта порода нуждается в воспитании с раннего детства. Имея высокий интеллект и способность к принятию самостоятельного решения к действию в любых обстоятельствах, они легко подаются дрессировке. Ум и сообразительность помогают собакам адаптироваться в социуме. Им не составит труда справиться с самой сложной программой обучения. Во время тренировок хозяин должен дать понять своему питомцу, что это не игра, а серьезная работа. Ни в коем случае на питомца нельзя повышать голос, а тем более рукоприкладствовать. Их чувствительная, тонкая душа не способна вынести такой стресс, грубостью от него невозможно добиться каких-либо результатов. Обратите внимание, от своих прародителей какапу достался прекрасный нюх и инстинкт охотника. При желании из питомца можно вырастить хорошего помощника для охоты. Уход за собакой. Собака этой породы не требует особого ухода и особых условий для проживания, будет рада выделенному ей небольшому уютному уголочку. Стрижку надо проводить один раз в год, уделяя особое внимание лапам и области вокруг глаз, регулярно два раза в неделю расчесывать. Чтобы не образовывались колтуны. Лучше, чтобы груминг проводил профессионал. Но если такая возможность отсутствует, при наличии соответствующих инструментов его можно делать самому. Раз в месяц стоит принимать душ со специальными шампунями для животных. Купание с другими шампунями может способствовать пересыханию кожи, как впрочем, и отсутствие водных процедур. Надо следить за чистотой глаз и ушей. Ушки протирать влажной салфеткой, следить, чтобы не возникло воспаления. Глазки промывают отваром ромашки или заваркой чая. Регулярно специальной щеткой чистят зубы. Следят за образованием зубного камня. При его наличии надо обратиться в зубному технику для снятия. Подстригать когти следует по мере их отрастания. Если часто выходить гулять на улицу, они обычно стачиваются сами. Чистка зубов питомцу. Кокапу не имеют подшерстка. Поэтому с наступлением холода в питомцу необходимо приобрести теплый комбинезончик или кофточку, которые защитят его от холода, плащик. От непогоды, а летняя платьица позволит шерсти дольше оставаться чистой, к ней не будут цепляться мусор и трава. Кормление. Эти малыши большие обжоры, они любят вкусно и хорошо покушать. Поэтому хозяину нужно внимательно отнестись к рациону питания своего любимца, следить, чтобы он не переедал, что может вызвать ожирение. В ежедневное меню должны входить мясо нежирных сортов, вареные крупы, свежие овощи и фрукты, два раза в неделю кисломолочные продукты, витамины, минералы. Необходимо установить определенные часы кормления и строго их придерживаться, не кормить с хозяйского стола, не устраивать перекусы. Вкусняшек можно давать не более 10% от общего дневного рациона и то преимущественно в качестве поощрения. Можно кормить сухими кормами премиум класса, но натуральная корма предпочтительней. Щенки какапу до года нуждаются в 4-5 разовом питании, по мере взросления их переводят на кормление два раза в день. Выгул. Так как питомец очень активен, он требует ежедневных двухразовых прогулок на свежем воздухе. Самых маленьких представителей этой породы на прогулку выводят только по хорошей погоде, в туалет их приучают на лоток или специальную пеленочку. Одеваемся по погоде. Чтобы малыш не скучал, ему покупают для развлечения разные мячики, игрушки-пищалки, здоровье и продолжительность жизни. Какапу – специально выведенная собака без генетических заболеваний, с крепким иммунитетом, но тем не менее, она подвержена некоторым заболеваниям. Наиболее распространенными из них являются Вывихи суставов и бедра, атрофия внутренней оболочки глаза и как следствие слепота, поражение кожи грибками, бактериями, вирусами, аллергии, расстройство кишечника. Низкая выработка гормонов щитовидной железой. Эпилепсия. Все это можно предотвратить при правильном кормлении и содержании. Живут эти милашки в среднем 13-15 лет, но есть экземпляры, которые доживают до 20 лет. Свой комфортный уголок. Дополнительная информация. Для долгой, продолжительной жизни без болезней питомца надо регулярно водить на плановый осмотр к ветеринарному врачу, вовремя делать прививки. Вязка. Хотя половая зрелость кобеля к окапу наступает раньше, в 12 месяцев, к вязке они допускаются в возрасте от 2 до 10 лет. Половая зрелость сук наступает в 6-8 месяцев, но ее организм еще не готов к нагрузкам по вынашиванию и рождению малышей. Сводить их для размножения можно только после третьей течки, примерно в 18 месяцев и до 8 лет. Как выбрать щенка, цены. Щенка лучше выбирать в питомнике у проверенного заводчика и обращать внимание на его поведение. Здоровый малыш будет чистым, активным, не будет прятаться по углам, так как эта порода совсем молодая, питомников в Российской Федерации пока не существует, ближайшие из них есть в Европе. Даже в Америке, где кокапу имеет большую популярность, существует всего три питомника. От этого и цена на этих малышей высокая. Например, в Америке она колеблется от 200 до 1200 долларов. На территории Российской Федерации она достигает 50-90 тысяч рублей. Хотя на различных сайтах по состоянию на декабрь 2019 года можно найти объявление о продажах за 7-15 тысяч рублей, но ответственность. За чистокровность этих малышей никто не несет. Обратите внимание, выбирая щенка, стоит поинтересоваться по какому пути разведения идет заводчик. По пути скрещивания кокер-спаниэля с пуделем или скрещивания двух собак к кокапу. Здоровые, активные щенки. Плюсы и минусы породы. К плюсам относятся необыкновенная харизма, ум, жизнерадостность, веселый нрав, игривость, легкость дрессировки, покладистый, миролюбивый. Характер, привязанность и верность. Умение ладить со всеми членами семьи, включая детей и четвероногих обитателей квартиры. Достоинством также считают неприхотливость в уходе. Отсутствие леньки и специфического запаха, кокапу могут содержать даже люди, склонные к аллергии. Из недостатков следует выделить чрезмерный лай, требование повышенного внимания к себе. При правильном воспитании кокапу способен стать преданным и смышленым компаньоном своему хозяину и его семье.